И к другим темам. Бензин играет на повышение. За выходные на заправках края изменились ценники на все марки топлива. Например, 92-й и 95-й подорожали в среднем на 50 копеек. Автомобилисты говорят, это расплата за предвыборные месяцы затишья. Владимир Аракелов пообщался с антимонопольщиками и властями и выяснил, есть ли все-таки управа на поставщиков бензина. На одной заправке очередь, на другой ни одного клиента. И дело не в качестве. Просто не все АЗС поменяли ценники. За промежуток полугода цены уже выросли 12 раз. То есть 12 раз эти полугода повышались. Причем Красноярский край почему-то лидирует по ценам на топливо. Вот сколько я не проводил опрос по Федерации автовладельцев по регионам, там цены не так резко растут, как у нас. У нас могут на полтора рубля за сутки рвануть. Непонятно, чем это объясняется, но как из слов депутатов законодательства собрания, все зависит от акцизов. Это повышение расплата за месяцы предвыборного застоя, говорят представители АЗС. Акцизы на топливо выросли еще в начале лета. Но тогда, сразу после выборов президента и в преддверии избрания главы города, краевые и федеральные власти договорились с крупными поставщиками бензина. Компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Те согласились временно поумерить свои аппетиты. И вот, похоже, время выжидать закончилось. А в правительстве края говорят, сейчас у них нет никаких рычагов влияния на крупных поставщиков топлива в край. Суть наших переговоров – это соблюдение неких обоюдных интересов. Еще раз повторюсь, для нас это гарантированное обеспечение топливом, всех потребностей Красноярского края. И, так скажем, не столь значительное повышение цены. Проблема, говорят антимонопольщики, в том, что компании «Роснефть» и «Газпромнефть» единственные оптовые поставщики топлива в Красноярский край. «Роснефть» принадлежит и единственной в регионе НПЗ Ачинский. И в полном в соответствии с поговоркой о том, кто платит, тот домой танцует, нефтяные компании сами решают, по каким ценам отпускать сюда бензин. И даже штрафы, которые выписывали им антимонопольщики, не могли переломить сложившуюся ситуацию. Но теперь, говорят в Уфас, к оптовикам будет другой подход. Второе, не может так, что у нас хулиган или нехороший человек украл у вас кошелек, вы его поймали, он говорит, значит так, 5% я тебе отдаю, кошелек у меня, я пошел дальше. Ну, приблизительно тоже у нас с нефтяными компаниями происходит. Поэтому сейчас мы все-таки будем переходить к изъятию выручки. У нас есть такая санкция в законе. Впрочем, вряд ли новая тактика антимонопольщиков в отношении поставщиков топлива изменит ценники на заправках. Наоборот, нынешнее повышение, скорее всего, не последнее. По оценкам владельцев частных АЗС, до Нового года будет еще и может даже не одно. Владимир Ракелов, Владимир Цуканов, Владислав Рыбаков, СТС Прима. Новости.